Это было ночью, это было ужасно. Прибежали дети испуганные, папа, папа, что это было. Порвало все стены, трещало, бабахкало. В этот момент упал огромный кусок с потолка. Если бы дом разрушился от землетрясения, это было бы понятно. Чему вы это не сделали? Это запитание до вас. Тут была гораздо хуже ситуация. Тут опасно, здесь еще пока потерпят. Мы хотим действовать. Чего есть план по ряду? Как такого у нас плана нет. Ой, это нужно увидеть. Молодые семьи роками мріють про власное житло. Відкладывают деньги, берут кредиты на купивлю. Та одного дня довгоочекована квартира может перетвориться на загрозу для жизни. Помогите нам, пожалуйста, потому что наш дом разрушается. Угроза для нас и наших детей, для нашей жизни. Мы просим вас, потому что чиновники нам только обещают и ничего не делают. Субтитры создавал DimaTorzok Другой березня 2018-го. Запоряжья. Чотириповерхівка почала руйнуватися просто серед ночи. Житель в будинку розбудив страшный скрегит. Это разрывалась металевая арматура, а на бетонных стенах просто на очах почали розходитися великі трещины. Налякані люди повибігали з будинку. Менше, ніж за тиждень, будівля розкололася. Частина сімей одразу виїхала. Але залишилися ті, кому йти нікуди. Усадка не остановилась. То есть, постоянно подсыпаются, постоянно какие-то мелкие трещинки идут и идут, расширяются. Кошмар. Вот тут был подвесной потолок стеклянный. Когда он начал лопаться и падать на голову, пришлось его снять. И вот теперь живем мы в таком состоянии. Посмотрите, вот тут трещины. Пошло сколько времени, а песочек потихоньку сыплется, поэтому и накрыли пленкой. Представляете, да? То есть, это плиты, которые просто полопались. Подоконник посмотрите, обратите внимание, тоже лопнули. Капель на полу весь потрескался. Вы слышите, да? Я хожу по этой плитке. То есть, я ее сложил просто как конструктор. Потому что она вот в таком состоянии. Вся поотрывалась. Тут даже трещины под плиткой. Дивіться. Ось тут, да? Дивіться водно. Навіть страшно ходити по нему. Вы ж ходите, чувствуете? Ну так, відчуваються абсолютно. Ну, двери в ванну, они ж так, как бы, это все порвало. В детской комнате вот трещины. То есть, да? У ребенка в комнате зайдите, гляньте, тут угол там. Ну, то есть, тоже тут все посыпается потихоньку. Мы каждый раз тут ходим, заметаем. И трещины пошли вот тут по окну, и ниже вот полопалось возле подоконника, дальше вниз там стена. Вот, кстати, ребенок был в это время в комнате, может вам рассказать. Это было ночью, это было ужасно. Все началось трескаться, какой-то песок посыпался на кровать. Я очень испугалась. На следующий день папа нас просто, ну, собрал и отвез к бабушке, потому что тут жить было просто нереально. И вот мы сейчас приехали, вот посмотрите, какие у меня трещины в комнате. Вже два месяца эта адреса есть эпицентром коммунального скандала в Запорежье. Будинок осунувся за несколько дней. Однако, даже под загрозой для жизни, есть люди, которые в нём живут, потому что им не надо куда ехать. Добрый день. Что у вас трапилось и коли? Я живу вот в этом третьем подъезде, который оказался эпицентром, так сказать, этого всего. То есть всё это произошло ночью, где-то под утро. Наклонились полы, порвало все стены, трещало, бабахкало. Но это же и продолжается. То есть трещины там становятся больше. Ага, то есть оно не зупинилось? Нет, продолжает сыпаться всё. Весь стояк сверху донизу был абсолютно разрушен. Что вы особистое сделали? Я позвонила в колл-центр. Мне долго отказывали. Я сказала, что я требую вызвать МЧС. И что если случится что-нибудь, и будут жертвы, вы понесёте ответственность. После этой фразы через пять минут приехала аварийка. Они мне сказали, женщина, не придумывайте. Вы что в самом деле? Старый дом, поэтому трещины такие. В этот момент упал огромный кусок с потолка. Рядом с бригадиром. Ну, что он сказал, я не буду повторять. Ну, примерно так, что ничего себе. Водинок почав руйнуватися через прорив трубы гарячого водопостачання, что прокладено поруч. За лечені дни вода вимила грунт, после чего на десятки сантиметров просил фундамент. Как наслідок трещины на стенах, выкривлена подлога, обсыпана штукатурка. Меня бог миловал, что на меня упало два квадратных метра плитки. Ну, так, только трошки зацеплило. Уявите, бог помиловал два квадратных метра. Ну, я пошел в ванну, а там еще два квадратных метра упало. Ну, это у меня такое впечатление, как после землетруса, когда кого-то завалило всей будильной, а кто-то просто выживет и говорит, хухнули, у меня там несколько царапин и два перелока. Если бы дом разрушился от землетрясения, это было бы понятно. Но когда он разрушился от бездействия, некомпетентности, людей, которые должны были обслуживать дом за деньги, которые платят жильцы, то вопросы возникают, кто это восстановит, когда, как, и на эти вопросы ответов нет. И вот они бегали, проверяли водопроводы, канализацию, и все мне говорили, что нигде ничего не происходит. Да, нас сплотило немножко, и мы вместе сейчас трубим, ходим на митинги. Что вы хотите от Минской Владыки? И что они вам пообещали? Мы хотим действовать. Далее нам расписаться в журнал? Далее расписаться, ну то есть снять с себя ответственность на случай обрушения дома, ну и трубу удобно идентифицировать. Порозвозили детей, кто куди міг, люди текали. Юлія Пантелеевна, а вы чего не выехали? Боже мой, кто? Я одна? Не в состоянии вывезтися. Мешканцы проводят контролеру экскурсию напівзруйнованным будинком. Найбільше постраждав третий подъезд. Тут через просадку фундаменту відірвало навіть сходы. Так, це у нас третий подъезд, так? Да, который больше всех пострадал. Це таки двери во мною ставлять? Да, пока поставили так, чтобы распорки, чтобы не завалилось. Так распирают, чтобы не впало? Да, чтобы не впали стены на нас. Чтобы потихонечку они замазали, то, что все рухнуло. Это все были куски, дырки отваливались, падали. Ой-ой-ой, оце с хитцей таки. Ой-ой-ой, а вы видели, как с хитцей? Жар, дивись. Тут навіть все поискорилось. Дивись, просто. Это жар. У меня туда палец дала. 39 миллиметров трещина. Жахіття. Обстеживаючи будинок, я знайшов ось таку цікавинку. Отак на сегодняшний день комунальники приховывают оцю ось яскраві трещинки. Ось так працюють наші комунальники. Видите? Трещить, відвалюється, провисает. А вони не могут найти, где в них протекло. У нас накопичилось забагато питань до комунальників. Тож ми викликали їхнє керівництво прямо сюди. Ви безпосередньо директор комунального підприємства, який відповідає за ось цей будинок. Да, этот дом находится у нас в управлении. Скажіть, будь ласка, що це за перформанс? Що це за листки шиферу вважати? Значить, це ми прикривали. Тоді відбувало затоплення, відбувала деформація дома, і от ця частина почала просідати, відповідно, вийшовся контраклон. Я вам хочу сказати, щоб тут була гораздо хуже ситуація. На сьогодні дом вже стабілізувався. Комунальник стверджує, будинок безпечний, і запевняє, що в ньому можна жити. Але Ігор Тарановський та його дружина не вірять таким обіцянкам і не готові ризикувати життям своїх дітей. Тому вирішили залишити свою квартиру. Трещини в під'їзді – це не найбільшість. Давайте я вам покажу свою квартиру. Ось бачите, що відбувається. Це несуща капітальна стіна. Ось скільки на ній трещин. Ось наша красива квартира. Помню цей момент, коли появилась перша трещина. Це ніччю було. Звуки, коли рветься бетонна плита. Прибежали діти, испугані. Папа, папа, що це було? Тобто дуже сильно іспугалися. Тобто самая больша трещина на несущій центральній стіне. Ось наша кухня. Красива була, на якому ми збирались кожне втро. Ще рік тому родина Ігоря Тарновського тут святкувала день народження маленького Олега. Готов? З днём рождения! З днём рождения! Видно, даже обои качественные. Ну, очень долго собирали на квартиру, выбирали место. Очень хороший дом, нам понравился. Подходили к этому вопросу основательно, для того, чтобы нашим детям було комфортно. Могу продемонстрировать м'ячик, даже положить на пол, і він буде катиться в ту сторону. Говорить о том, що пол під креном. Пройдемте в детскую. Полтора года делали ремонт. Здесь стояли детские кроватки. Две. Вот тут в углу кроватка стояла Соломикина. Детский шкаф, карта мира даже. Дети изучали географию. Ну, и в один момент мы этого всего лишились, и не знаем вообще, как тут теперь жить, возможно ли тут жить, из-за вот такой вот ситуации с домом. Вам не страшно, что тут сами жить? Страшно. Йой, это нужно видеть. И вот сейчас ее квартира выглядит примерно так, как после бомбардирования. На сегодня стабилизация есть. Пришли пять мужчин, начали все бить. Никто не приходил. Так все перекошено. Никого это не волнует. Кто же несе ответственность за зруйнованный дом и потерянные мечты? И кого в этом увлекают местные чиновники? Прорвало что? Труба топления. Труба опаления. А кто за ней ответственность? Наши предприятия. Ваши предприятия? Мы проводили работы, вскрывали полы. Раз идет деформация, значит идет где-то утечка. Только ее необходимо было найти. Мы ее не могли найти. В течение недели мы уже разобрались, мы нашли этот прорыв. Это все шло под бетонными полами. Шума, воды не было. Мережи належали вам. А кто их закатал у подлогу? Собственник нежилого помещения. Труби теплотраси сховані під підлогою магазину. Через це комунальники так долго не могли знайти місце прорыву. Згаяний час відіграв свою роль у руйнуванні будинку. Они были забетонированы, доступа к ним не было. То есть практически их никто никогда не видел, осматривать их не мог. Показывайте, где у вас самая тут труба была. Кто выгоден в том, что вот так вот эта труба там опинилась. При реконструкции магазина, предыдущими хозяевами, все эти люки и каналы были забетонированы, и доступа к ним не было никакого. Аби перевірити слова комунальників, ведущий зустрічається с власником магазину Олександром Зайцевым. Чи розумів підприемець, что залив бетоном трубу теплотраси? З 2011-го року вы особисто бетонировали? Нет, ничего не бетонировали. И до меня тоже то же самое. Не бетонировали. Чи приходили до вас комунальники переверять трубы? Никто не приходил. Никто не приходил. Приходили только проверяли количество секций на батарею. Там раскрыли работники ЖКХ и нашли трубу. Якобы, как они говорили, заморованную. Слушайте, але звідси от і зараз тяне такою сирістю. Зрозуміло. Ви для себе уже рахували, яка сума збитків для вас особисто? 1015 гривен потратили и еще не видно даже, что я что-то делал. Яка ваша взагалі позиція? Ви будете шукати винных у цьому и чи будете предъявляти позов про ушкодування цих збитків? Я еще об этом не думал, честно говоря. Я думаю, самая главная задача найти место порыва всей этой трагедии. Ну, я думаю, что это не это место. Потому что на улице идут провалы. Оце. Вот эта вот часть была ровная с магазином. Вот эта вот часть. Тут такий перепад достойный, сантиметр в 20. У вас, я так понимаю, это был первый поверх, а теперь это что, топольный? Ну, получается, да. Видите, вы теперь подземная? Ну, конечно, да. Чи справедливо комунальники перекладают всю ответственность на властника магазину? И что сделали они, чтобы остановить проседание домов? Ну, я хочу сказать, на сегодня стабилизация есть, новых раскрытий нету. Все старые трещины мы заделали, и по ним можно видеть, происходит раскрытие или не происходит раскрытие. У нас все они под учетом маяки есть. А как же насправді? Контролеру показывают квартиру, которая постраждала наибольше. Чтобы уламки стеля не впали, властницы помешканья на голову комунальники просто пооббивали их. Юлия Пантелеевна, да, заходите. Дозволите до вас? Заходите. Доброго дня, Юлия Пантелеевна. Встречаю. Вам 90 лет, насколько я знаю. Нет, 90. 90 лет. Вот кто должен еще ей помогать, кроме как не вы, пановый посадок? Ну скажите, ну кто? И я участник войны. Ви являете, людина пережила більш ніж через 70 років рівно такий самий страх, как тогда, когда бомбардували немцы. А, да, конечно. Так, бомбардировки были. И вот сейчас ее квартира выглядит примерно так, как после бомбардувания. Она просто вся репнута, она вся непригодна для жизни. Вам не страшно это тут саме жить? Страшно. Я выбрала себе там остров, там в углу. Едине безопасное место в вашей квартире это это место. да, страшнейшее идемте. Ой, это нужно видеть. Это все это жах. Это жах. Это на сегодняшний день, представьте себе, у ветеранов. Я вот тут стою, меня хилить. Мячик даже положить на пол, и он будет катиться в ту сторону. Говорит о том, что пол под креном. Я себя реально відчуваю, знову ж таки, в каких-то мультиках, когда вот так все перекошено. Это жахст. Такие здоровые тричины. Словите, и навіть в окно трясло у вас? Пришли пять мужчин с Запорожьем сервиса. Начали все бить. У меня вопрос. Если вы все это разобьете, вы сразу будете восстанавливать? Они скажут, нет, у нас нет денег. Денег никогда нету, а мне отбили стены. Я что, теперь буду в таком состоянии жить? Инженер посмотрел. Постучал. Где нужно убрать? Где оставить? Подошел к этому творчески. И он сказал, что вот тут опасно, здесь еще пока потерпит. А еще до этого часа что-то падает на голову? Никого это не волнует. Цикаво запитати в комунальників, а чи готовы вони жити в таких квартирах? Спасите наш дом. Пол отделяется от плентусов, разрываются обои. А как ты тут житель? И вообще моей квартиры не оказалось в актах. Кто прогарантует их безопасность? Понимаете, вот я сейчас скажу, а потом это будет использоваться против меня. А вот в этой квартире, где проживаются бабушки, которые 90 лет, вы особо в такой квартире жили? В настоящее время? Да. В настоящее время, конечно, сложно. Ситуация в ней... Хочу сказать так, она не аварийная, обрушений там нету, но то, что она имеет неприглядный вид, я тут с вами целиком полностью согласен. Ну, я бы не сказал, что там обвалов нема. Ну, это все достаточно субъективно. Ну, то необходимо дочекать, чтобы на ней что-то впало. На нее уже ничего не упадет. Приняты все меры, и падения не будет. То несе ответственность. Потому что вы понимаете, что в каждом из людей, в каждом из мешканцев свой ремонт. В какой-то дорогой, в какой-то дешевший. Все ремонты в квартирах однозначно попадут в проектную смертную документацию и выполняется ремонт в квартирах будет. Комунальники склали списки постраждалих, яким мають сделать ремонт. Но некоторые квартиры они чему-то проигнорували. Невже житло Нелі Довгополову и Зайченко недостатньо постраждало? Женка показывает величезные трещины. Пол отделяется от плентусов, разрываются обои. Я смотрю, что вообще вот эта вся комната просто треснула сверху, треснула пополам и треснула внизу. И в холодное время по ногам уже ветер дует. У нас уже здесь мыши ползали. Я вижу, что мыши ползали. Видите, что даже уже есть капкан. Ко мне лично пришли. Все это смотрели, записывали. И вообще моей квартиры не оказалось в актах. Ко мне обращений не было о том, что кто-то где-то не попал и что-то не сделал. До вас вернули не было. А после этого инцидента, который произошел, хіба не вы, как условия, а компания должны были поглянуть все-все квартиры? Мы смотрели. Вот давайте говорить про периодически. Мы смотрели. Мы основные нарушения отметили. Когда будет делаться проектная документация, будут осмечиваться все виды работы. Именно проектантами, которые будут заходить на дом. Через страх залишиться без даху над головою и без ремонту люди вийшли на митинг під стіни міської ради. Надзвичайна подія згуртувала мешканців усіх аварийных будинків Запоряжья. Неделю ничего не делали. За эту неделю все случилось. Могли спасти дом. Дом разрушился в одну ночь. Мы видим, что что-то продолжается, что-то движется. Продолжается, все равно. Дом еще движется. О безопасности для жизни своих детей и внуков этого мы не услышали. То есть въехать мы туда вот сейчас не можем. Мы их вывезли, но въехать мы не можем. Что-то надо делать. У нас много пожилых людей в доме. Надо выручать. Нам рассказывают, что да вы не волнуйтесь. Опять вызывали. аварийка стояла под домом. Вот мы сейчас ждем ответа, почему ее вызывали. Спасите наш дом. И завтра люди пойдут жить в дубовую рощу, в парк. И завтра вы можете оказаться на месте этих жильцов. Поэтому сейчас нам слово надежды. Это житель дома. Гражданин города Запорожья, у которой квартира пошла по швам. Если ваш дом укройнуется, пишите заяву до коммунального подприемства, которое его обслуговывает. Комиссия должна выявить причины появления трещин, кто в этом вынужден. Вы имеете право подавать до суду на винувател. Краще скласти коллективный позов про отшкодование сбитки. Для этого возьмите копию экспертного висновка комиссии, сфотографуйте или субтитры. Субтитры создавал DHS И кто должен компенсировать людям устранение. Контролер проверить заради правды. Оскільки запитаний больше, чем ответы, то мы обязательно должны заветовать как раз до Департамента управления житлово-комунальным господарством. И сходим мы туда, с мешканцами и нашим реквизитом. Ходим. Добрый день. Ярослав Куз, программа «Контролер», телеканал «Украина». Я заветовал до вас, видите, и с реквизитом сразу. Как вы думаете, что это? Даже гадать. По профилю вашей работы, вы таки видите, достаточно времени. Это из... Влад Шевченко, 42. Правильно. Поверьте, ваш адрес на таком же контроле, у всех на слуху. Как я могу ввести туда внуков? Кто прогарантует их безопасность? Я вам скажу так, никто не прогарантирует. Он завалится и нет. Дом жильцов. То они самі несут ответственность, если будинок завалится? Они властник жильцов. Кому належать трубы, которые прорвані? Ваш, это большой частный дом, еще раз говорю. Вот. Как частный дом? Большой частный дом. Вот жалко, что нет юриста с нами. Вам бы это все юридически, все бы предложил по помощи. Я вам скажу больше, я с вами не просто юрист, я с вами адвокат. Кто ответственный за эту аварию? Я сейчас не готов сказать. Взагалі, таке розпорядження є до юристів розібратись в цьому питанні, хто відповідальний? Нет, нету. А чий є план порятунку? Как таково у нас плана нету. Я вам сейчас нічого не смогу прокомментировать, понимаете? Вот я сейчас скажу, а потом это будет использоваться против меня. Сколько лет нам тогда ждать? В каком состоянии у нас будут квартиры? Люди не могут так долго ждать. И ждать у моря погоды. Посадовці так и не вирішили, что ж робити з будинком. Увесь цей час люди змушені тулитися в родичів або винаймати житло. Каждый день что-то осыпается, каждый день приходится выносить мусор. Именно поэтому мы живем с моей семьей, моих родителей. А что ж робити тим мешканцям, кому немає куди податися? Чиновники готові запропонувати жителям будинку, що розвалюється, тимчасову альтернативу – модульне містечко. Директор комунального підприємства показує ведучому умови проживання там. 560 человек одновременно можно расселить здесь. В это условиях, вплоть до стиральной машины в каждом модуле. О! Это больше гуртожиток, да? Чи это для отдельной семьи? Для кримовой семьи. Мойка с плитой, с электрической холодильником. С этой стороны и просто шикарно. Так, тут еще одна кімната. Не геть затишно, але все одно жити тимчасово можливо. Якщо будинок, не дай Боже, визнається аварийным, тимчасово людей відселили. Что далі відбувається? Принимается решение на сессии городского кома о том, что либо приобретается жилье для этих семей на вторичном рынке, либо же предлагается им новое, либо же, если принято решение о ремонте жилья, то после ремонта жильцы туда возвращаются в свои же квартиры. И эти все вариации, они фактически действуются за ремонт міського бюджета. Вартість ремонту квартир визначить Науково-дослідный институт не пізніше травня. Но даже если МИСКРА согласится выделить на это деньги, скорее всего, он начнет не ранее 2019-го. А какая же доля домашнего? Контролер вимагає від чиновника з департаменту ЖКГ екстренно подати на сесію депутатів запит про виділення грошей на найнагальніші потреби. Все будет зависеть от того, какую сумму денег выделят на сесію. И когда наступна сесія? Май месяц, в конце мая. А, то есть, фактически в травню есть возможность подать на бюджетный комитет? А жильцы в этом нет? А мешканцы допомогут? Все, подождите, конкретика есть. Конкретика есть, приблизно кинець червня. Я думаю, что нам надо успеть к концу июня. И уже в липні вы приходите, задаете вопрос, чи є, от 1 липня приходите, задаете вопрос, чи є уже проектно-пошторисную документацію? Що по ней визначено, які строки, які гроші? И когда нам, мешканцям, идти на сесію и помогать вам, комунальникам, отримать эти гроші на ремонт этого дома? Хотя бы, чтобы хватило. На замену инженерных сетей, кровля и водоотведение. Вот в августе надо уже приступать. Сколько часу взагалі на оці замены необходимы? До грудня. До грудня. Сергій Ращепкін. Его работники протягом тижня не могли виявити причину руйнування будинку. Стверджує, что будинок стабілізовался и больше не руйнуется. Підтвердив, что за стан трубы, отвечает его предприятие. Не включает, что ответственность за прорыв понесет властник магазину. Олександр Зайцев. Стверджує, что не заливав бетоном труби, прокладені під магазином. Вважает, что прорыв труби стався в иншому месте, а комунальники просто перекладают провину. Геннадій Борисов. Не знает, кто винен у руйнувания будинка. Не наказал юридичному департаменту встановить ответственный. Геннадий Борисов. Зобов'язався подати запит на сесію міськради про виділення коштів на капремонт будівлі. Обіцяє, що за умови фінансування до кінця року комунальники зроблять найнеобхідніші роботи з порятунку будинку. Коли програма готувалася до ефіру, Науково-дослідний інститут дав перші висновки щодо причин руйнування будинку. Фундамент просів через прорыв труби і під будинком, і під магазином. Тож, скоріше за все, відповідальність комунальників і власника магазину. Будинок відремонтують коштами міста. А ось, щоб отримати компенсацію на ремонт, мешканцям доведеться звертатися до суду. Ми прослідкуємо, аби адреса бульвар Шевченка, 42, у Запоріжжі. Завіс смертельної загрози та руйнування стала символом комфортного та безпечного життя. Для цього посадовцям необхідно почати нарешті працювати. А ми перевіримо заради правди. Дякую за перегляд!